добрый день уважаемые подписчики и зрители моего канала возник такой вопрос как правильно сохранить мультифлору так чтобы она у вас уже была на следующий год еще постараться ее размножить сейчас я хотела вам рассказать о своем методе сохранения допустим вы купили осенью или посадили с весны большой куст либо маленькие маленькие растения в грунт наросло огромным шаром красивым цветущим в конце сентября в октябре наша задача попробовать сохранить есть два определенных способа скажем так который не очень нам подходит но многие этим пользуются первый это выкапка выкапывают кладут в подвал а либо же даже прочитал такое что и в холодильник кладут что с ними только не делают я хотела вам а второй вариант это хорошо укрыть что скорее всего не ко всем сортам подойдет потому что я ранее рассказывал что вот данные три сорта у меня зимует в грунту неплохо и все равно бывают выпады сейчас вам хотел рассказать о своем методе сохранения как я сохраняю свою хризантему если вы делаете черенки то есть купили хризантемочку допустим в мае у вас есть более больше времени для того чтобы снять череночки можно сделать двумя способами если у вас есть место вы снимаете черенок черенок выглядит сейчас вам покажу вот я сейчас сняла примерный череночек вот он черенок здоровый крепкий можно с бутоном можем без бутона то есть не столь важно самое главное чтобы вот он был примерно вот такого вот размер 10 сантиметров 7 10 это самое оптимальное очищаем ножку 23 а листочку убираем то есть у нас там остаются пазухи готовим необходимый для нас укоренитель раствор укоренителя то есть допустим кто-то любит корневин кто-то любит гетаруксин кто более ну скажем так профессионально занимается укоренением есть ради грин у кого-то есть клонокс и все остальные коренителей достаточно много от 10 рублей до пяти шести тысяч рублей то есть смотрите сами а что у вас есть берете такой череночек делайте для него раствор в котором будете укоренять даже корневины вам предлагаю и ну гетаруксин допустим там таблеточки их нужно растворить корневины тоже скажем так готовые смесь сухая смесь я всегда когда я только начинала заниматься я корневин всегда доводил до сметанообразной формы тем самым я активировал все кислоты которые там находятся макала то есть всю палочку вот это вот я макала в корневинчик скажем так самый дешевый способ и сажала в стакан землю сейчас вам покажу стакан земли заранее подготовила вот смотрите здесь для хризантемы необходимо грунт песочный хризантем очко очень любит песочек если кто занимался хризантемы именно хризантем на срезку то есть там анну и все остальные сорта то когда вытаскивали корни их укореняли от воды которые там просыпались их укореняли в прям в песок но это если кто конечно занимался мои родители занимались это все дело все помню здесь у нас грунт использовался песок торф и земля с леса если у вас нет земли с лесом можно добавить перлит он немножечко удержит влагу то есть если вы просто торф будет использовать то сильно будет подсыхать берем стаканчик его промакиваем чтобы он была влажная была земля окунаем наши подготовлены заранее черенок в смесь которую мы приготовили как виде укоренителя сажаем посадив мы сверху накрываем обязательно если вот допустим мы делать вы делать это сейчас в осельнее время то я бы вам предложила сверху сделать небольшую тепличку в виде такого же стаканчик нас но продырявлены дно сажаете и неделечки 2 ждете как пойдет укоренение основным правилом при укоренении является не переливайтесь сейчас я просто сейчас вставил каждый без укоренитель то есть это будет примерно выглядеть таким вот образом самое главное не переливайте проеху происходит подгнивание поэтому лучше не переливать через несколько месяцев будет примерно вот такой вот результат сейчас я вам покажу вытащу какой-нибудь из стаканчиков то есть вот смотрите вот такой вот у меня результат на данный момент это было в июне даже в июле месяца с черенкова на вот у вас он вырос ну вот любуйтесь там на него вот смотрите осенью вы обрезаете и заносите домой на на окошечко вот смотрите снизу пошли от воды на окошечке на вас стоит вас радует и вы можете уже начеренковать достаточно хорошее количество это один из вариантов сохранения мультифлора можно в таких вот стаканчиков можно сделать вот таких вот горшках вот сейчас хризантем очка как видите отцветает у нее снизу идет перспектива вот она есть что есть понятие перспектива это все дело обрастет как и ранее писал в статье но сейчас именно снимаю видео некоторые даже пробовали и я пробовал к 8 марта хризантем к зацветет у меня она не зацветала только по причине того не вся зацветал некоторых сорта зацветали не зацветал только по причине того что она у меня стоит не в очень хорошем месте и нужно более солнечное место она у меня стоит скажем так вот сейчас вам покажу под вторым стеллажом сверху светло здесь уже потемнеет и к солнышко попадает вот через боковинку балагана то есть скажем так да если вы дадите им храр хорошее место то у вас получится к 8 марта она вас порадует так что вот такой вот вариант сохранения хризантема мультифлоры можно сделать вот горшочки побольше можно сделать если у вас нет места и поменьше но смотрите если вы будете делать череночки вот потом вот с одного этого стаканчика у вас может развестись черенков от 10 до 15 черенков то есть не делать их много подстрахуйте себе сделайте буквально три-четыре стаканчика этого будет достаточно бывает такое что в течение зимовки именно на подоконнике она может быть просто перелита то есть хризантема не очень сильно любит перелива лучше не допоить чем через чем перелить то есть давайте будем так чтобы ухаживать за данной хризантем очка чтобы у нас не было перелива знаете как я говорю у меня многие мои покупатели спрашивают как часто поливать то или иное растение я говорю отвечает так что растение лучше не долить чем перелить допустим вы увидели что растение подсохло у него появились точки опустились скажем так грустно стоит вы полили через час-полтора растение привело пришло в свою эстетическую норму а если же вы допустим перельете нападет гнили либо допустим закисление почвы или еще что-то смотри конечно какое растение то скорее всего процентов 95 вы с ним уже ничего не сможете сделать то есть смотрите вот такой вот вариант сохранения мультифлоры показала я вам как нужно укоренять самое главное когда вы посадите череночек его не переливать у нас сейчас осеннее черенкование скажем так посадив минимум неделю вы к нему можете в принципе не подходить накрыть крышечка поставить его но у нас нету сейчас солнца такого можно на окошечке если есть кусочек агрила это не тканые укрывной материалы можете его просто слегка накрыть а в солнечную погоду нужно от лишних солнечных лучей через неделю через две вы можете посмотреть на стаканчик поднять таким вот образом поднять и увидеть есть ли корневая или нет то есть там ее будет сразу же видно то есть смотрите вот таким вот образом я сохраняю хризантема мультифлору не выкапываю ни в подвал не в холодильник не там не в газеточку не заворачиваю ничего не выдумываю не придумываю все достаточно очень просто вот у меня осталось там допустим 4-5 ящиков вот они у меня стоят пока не в обрезе вот он моя персиковая априкотная априкот еще называют ее персиковая такая вот хризантемочка вот у меня здесь вот розовенькая стоит дано понемножечко поскромнее кустики по причине того что это вот и метки я не формировала они у меня вот на как таково на продажу не шли это мои маточники смотрите вот такой вам совет по хризантеме именно по хризантеме мультифлоровской а многие мои покупатели говорили о том что при выкопке и опущении его ее в подвал она просто либо не просыпалась либо просто сгнила то есть мое убеждение в плане сохранения именно некоторых сортов мультифлоры и ее размножение в дальнейшем это только снятие черенков сохранение ее в темном помещении это может быть балаган это может быть оранжерея или подоконник то есть это мое мнение спасибо большое за внимание подписывайтесь на мой канал рассказала все чудная о такой культуре как хризантема мультифлора подписывайтесь на мой канал будет много всего интересного всего доброго